Здравствуйте, меня зовут Шинкарев Глеб Сергеевич, я преподаватель реставрации в инженерной школе одежды. Сегодня мы начинаем курс лекций, посвященный реставрации станковой масляной и темперной живописи. Основные темы, которые мы постараемся охватить, будут посвящены истории реставрации, золочению или вкашению досок, всей консервации, раскрытию и также исследованиям, которые проводятся во время реставрации. Все эти процессы мы разберем на примерах работ наших студентов. Реставратор — это хранитель истории, хранитель искусства и традиций. В том виде реставрации, в котором мы видим ее сегодня, имеющий научный подход, взаимодействующий со всеми другими дисциплинами, такими как химия, физика, биология, кристаллография, так, к сожалению, было не всегда. В прежние времена, особенно в Средневековье, после того, как художники написали свои работы, конечно же, через какой-то промежуток времени за ними требовался уход. И часто сами художники приступали к этой работе. Либо люди узкопрофильной профессии, которые не совсем понимали специфику и всех тонкостей нашей профессии, они приступали к работе, но у них не было понимания, как устроена система обработки древесины, грунтование, нанесение красочного слоя. Это привело впоследствии к большим утратам. И, к сожалению, вот это вмешательство в структуру живописи имеет очень большой след своего времени. Когда некомпетентный специалист иногда порой даже просто переписывал произведения, например, перекрашивался интерьер, и, соответственно, могли изменить фоны. Множество-множество наслоений разных эпох. Для нас, как для реставраторов, наиболее ценным, конечно же, является авторская живопись. Реставрация формировалась постепенно. И вот в середине прошлого столетия был организован съезд реставраторов, названный «Хартия реставрационной». На съезде реставраторов были установлены все правила и нормы, по которым должны действовать реставраторы. Были указаны такие четкие рамки и грани, за которые реставратор не должен выходить во избежание ранее упомянутых уже ошибок, которые могли привести к очень плачевному состоянию памятника искусства. Такие нормы были прописаны как обратимость материалов при использовании, инертность к структуре авторской живописи. В обязательном порядке должно все происходить коллегиально. Не должен только один реставратор участвовать в формировании методик. Обязательно должно согласовываться несколькими реставраторами во избежание каких-либо недопониманий или недоработок в будущем. В процессе обучения для того, чтобы будущие специалисты четко понимали, как устроена система и структура доски, необходимо провести курс лекций, на котором они узнают, как выполнялись грунты в Средневековье, какие бывают виды, какие виды золочения. И после прохождения курса лекций студенты приступают к обработке древесины. Вообще, работа с древесиной – это достаточно сложный процесс. Например, в Средневековье не было таких останков, не было заводов по обработке древесины. И использовали народные всякие знания, которые передавались от одного учителя к ученику и так дальше. Для икон доски приготовили из деревьев, но была определенная традиция, чтобы срубать эти деревья, когда была очень сильная зима и холодно, с северной стороны дерева. Считается, что такие деревья меньше подвергаются каким-либо изменениям, и на них меньше появляется трещин. И вообще выбор древесины чаще всего зависел от того, в каком регионе проживал тот или иной художник. Так и во время обучения наши студенты, приступая к уже практической работе, начинают в первую очередь с обработки древесины, далее начинают наносить грунт. Левказ – это старое название грунта древнерусское. Особо не поменялось до нескольких веков его приготовление, а практически оно осталось неизменным. И поэтому сегодня мы традиционно также готовим левказ для иконных досок. Перед нанесением грунта доски обязательно проклеиваются. При необходимости наклеивается павлоком. Павлока – это ткань, которая служит для лучшего скрепления доски с будущим клеевым грунтом. Клеевой грунт приготовляется из двух компонентов. Наполнитель, такие как мел и гипс, и связующая. Чаще всего служит коллагеновый клей. В качестве пластификатора добавляется льняное масло. Далее это все качественно проваривается. И, имея уже понимание, какая должна быть консистенция, постепенно наносится грунт. Некоторые специалисты в Средневековье, такие как чайно-чинение, рекомендовал наносить до 8-9 слоев. И он пишет в своих трактатах, что они должны быть очень тонкими, чтобы избежать растрескивания. Вообще, очень важно, чтобы вся подготовительная работа велась качественно и только профессионалами. Потому что, если не профессионалы будут подходить к этой работе, а в будущем хороший художник выполнит икону или картину, то тут мы можем столкнуться с тем, что подготовительная доска даст трещины или грунт начнет отклеиваться ввиду плохой адгезии доской. И это приведет к тому, что красивая выполненная икона начнет растрескиваться и будет полностью утрачена. В этом случае нужно будет прибегнуть к работе реставратора. Чтобы этого избежать, нужно подходить ко всем этапам очень скрупулезно, постепенно и правильно. После нанесения грунта его хорошо отполировывают для того, чтобы приготовить его к золочению. Золочение – это неотъемлемая часть иконографии. Это практически отдельная профессия по золотчике, который золотят рамы, багеты, иконы доски, выполняет чеканку. Для того, чтобы студент, будущий специалист, понимал специфику, мы проводим обязательный курс золочения, где студент наносит сначала шелак, несколько слоев, далее масляный лак и наносит золото. Золото нужно наносить очень размеренно. Из-за того, что это очень тонкие листочки золота или серебра, они называются суциальным золотом. После нанесения их слегка прижимают ватой, далее начинают полировать. Обычно наносится низу вверх золото, а полируется и отшлифовывается поверхность сверху вниз, дабы избежать лишних утрат и чтобы швы между листочками были как можно меньше видны. Настоящее золото обязательно нужно полировать при помощи агатового зубка. Чтобы добиться наиболее лучшего блеска на золоте, лучше золотить на полимент. После этого делается чеканка. И золото, чтобы избежать в последующем, когда будет нанесена уже живопись, чтобы избежать утрат, все золото покрывается покрывным лаком. Неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов является его художественное образование. Потому что в будущем он может столкнуться с такими очень сложными этапами, когда необходимо после подведения грунта и раскрытия сделать тонировки. Очень часто часть изображения, фона, руки или лика может быть утрачена. Главное, чтобы реставратор был компетентен. И понимал особенности пластической анатомии, особенности иконографической линии, смешивания цветов и оттенков. Таким образом, он сможет добиться очень хорошего результата и отреставрировать качественно свою работу. Реставрацию можно разделить на несколько подходов. Это церковная реставрация и музейная. Музейная реставрация сводится к тому, чтобы минимальное было вмешательство в структуру авторской живописи. В случае церковной реставрации тут как раз и необходимо будет восстановить утраченный образ или лик, или части фона. После этапов левкашения и золочения реставратор переходит к консервации икон. И об этом мы поговорим в следующей лекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова